алиса какая сегодня погода сейчас в мурманске минус 5 снег уже идет и не прекратится в ближайшие 24 часа завтра днем до минус 7 всем приветики сегодня у нас так качество бизнес нифига не вижу так 17 января вот вчера в новостях вконтакте вернее новостях и миду интернет-новости вконтакте везде мельтешили сообщения что какие-то ужасные у нас катаклизмы какие-то ужасные снега ветра и все прочее что прям и и город будет стоять и так далее вот я смотрю на улицу вам конечно не видно снег шел но ничего такого сверх естественного я не вижу десна вижу что ветер колышется деревья и зашла в группу ттп чп там всю ночь тоже все выкладывали свои просьбы чтобы вытащили там застрял там забуксовал ну это нормально наверно как нормальное действие о господи нормальное явление дина простись и пой вот нормальное явление для нашей зимы потому что снега и так уже нападало много и люди ночью ездили и скорее всего буксовали но посмотрим что будет днем и я надеюсь мы доберемся до работы в конце концов можно будет еще есть запасной вариант кулина машина на все-таки проходим мимо ей но это уже на крайняк могу поехать на тойоте да конечно нам было нормально но сейчас снега нету наверное то начнется то закончится единственное что сейчас переживаю настей на родители должны сегодня с утра выехать скандалакши ехать сюда мурман чтобы решать все дела ну с настюшкой вы поняли да и как дорога как все вообще непонятно потому что когда дорога и не поняла где мельком посмотрела закрыта из-за того что все за мелой нельзя проехать ладно посмотрим андрей в ночь сегодня вот после работы поедет домой если они не успеют все сделать они придут четвером счетом с родственниками то останутся ночевать андрей придет у меня переночует ну короче говоря все все по ходу на вот эту вот машину вот эта вот машина перекрыла выезд с нашего двора есть выезд еще вправо и влево но вправо сейчас раскатают и по затерке там не выйдут влево не знаю не смотрела кто так делает уже ли мест нету места есть я не думаю что не с утра до крана освободились пару мест я точно видела ну чё за люди все без понятия без соображения ну чё так они куда-то ящи сюда поставлю я думаю что станька мне смс-ку напишет что я задерживаюсь я думала нет я думала если вдруг то я напишу и когда прочитала я просто у меня первое слово было мамочки знаешь мамочки я не позвонила он мне сказал а я как будто я не верю как как-то они поняли еще с вечера этот положительная динамика сухой и сказали все хорошо и с вечера хорошо потихоньку стала моргать сама в себя приходить и потому что они видимо отключать начали я так думаю вот сегодня будут родители должны ехать сегодня посмотри какая погода я не знаю как они сюда едут а мы ехать им все равно надо им все равно ехать надо вскрытие и конечно просто они хотели на машине может быть если не получится приедут на поезды тогда но на поезды сложно долго долго и здесь тогда мне придется их возить то хорошо меня два выходных я на мою четвертницу не в четвертую на похорону а мы с автобуса выходим тропинки нет сугроб падаем все но я думала не я с вечером мне он подписал сообщение что такая хня в городе я думала не выйдем выехали нормально ну как нормально в дворах такаши конечно но выехали сегодня все звонят как доехала как доехала 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 херово ведет я думала у меня у кого залез и все это что да обратно как будете добираться я не знаю как обратно добираться и миша у меня сегодня вактит посмотрим может ну доберемся как-нибудь я на общественный сразу продолжим ехать дороги должны чистить если только единственно аварий не будет тут я сижу в этой в группе дтп чп каждые 10 минут что-то выкладывают там авария там еще чего-то женька взял ключи погнал мою машину куда-то на другое место там чуть трактор а че толку чистить то чистить и тоже не летает не она хочет будет так насыпать ольга чеченька скатиться на нашу прическу сделала покрасить нет миска тоже она была не посадили до дома все хуже сидеть я тоже думала может это не тайга ну сама знаешь какой-то вода думали был бы коли я я вчера и даже не помню то ли я проснулась прочитала то ли собака прогуляла прочитала забегу не помню ступор как-то но да неожиданно очень у меня три говорит а я не верю скажи что-то другое скажи что-то сутка так я написала на сайте как жить без нее как по-любому время надвижно у вас время прошло все равно что она отпускает пускают еще все равно думаешь а это дочь ничего не будет потому что просто тяжело да все по-разному как у меня ну мы работали раньше месяца танька приезжала сатальникова рассказывала у нее сын в армии ехал только но к ней на отпуск короче тоже разбился по дороге машине сейчас расскажу да и вот жанка мы вместе работали в ресторане танька жанка у нее сын уже поздний короче сын и он ехал разбился и она она в такой в горе впал она вот что готовит танька пришла год прошел у нее на подоконнике фотография на блины печет туда ему ставит она то она просто день через день на кладбище ездит и дым увозит нас такой депрессии было просто ужасно понимаешь на просто палочки она я ее как начала ругать как началась причина и как-то вывела она с этого состояния на ругала нельзя ты ему нельзя так делать нельзя на кладбище ездить нельзя плакать ты ему плохо делаешь как-то нас ее вытащила это тоже уже знаешь на грани помешательства было ну что я дома только пришла села рассказать вам последние новости и потом займусь делами ну во-первых покидала снег приехала нас не обманули все-таки это не были ужастики нас не пугали на улице на самом деле не погода не погода очень сильная и даже закрытый аэропорт не летает самолет и я целый день следила за новостями в контакте везде пробки и в области очень переживала за на за настиных родителей они едут сюда мурманск и там где они ехали но насколько я понимаю эти обозначения по дорогам тоже дороги были перекрыты переметы машины стоят андрей сейчас уже уходила с работы полчаса назад позвонил сказал они подъезжают уже к мурманску живут они 200 километра 250 километров от мурманска в кандалакше вот едут сюда решать все дела и они сейчас где-то уже на подъезде ну наверное еще минут 30 ехать я не знаю как они по такой погоде вообще очень сложно передвигаться и они останутся ночевать они едут четвером еще брат и так не поняла или носиной мамы короче ну неважно едут четвером останутся ночевать здесь мурманске андрюшка приедет ночевать сюда ко мне потому что там они все не поместятся вот сделают все дела сегодня завтра сегодня что успеет остальное все завтра и уже будет известно когда похороны вот мне сегодня прислала оля олечка мама я вот говори все теряйте как это потерянное говорю одну думаю о другом оля мама вероники ники с которой я часто общаюсь по интернету я же не помню как мы с ней начали общаться эта девочка очень хорошая девочка очень сильная девочка у нее дцп вот и мы с ней как-то начали общаться и общаемся по сей день потом начали переписываться с ее мамой в отцапе у них есть ванечка младший братик я про них говорила уже даже показывала ванюшку он поздравлял меня по интернету маленькое видео было и олюшка прислала тысячи рублей чтобы я купила цветы для настеньки я это сделаю обязательно вот и что что хочу сказать да не знаю что хочу сказать слова теряются мысли путаются и займусь делами если что-то вспомни что сказала что не досказала что хотела сказать то конечно же повернуть я же по-прежнему общаюсь с мошенниками сегодня у меня про второго мошенника уже как бы со вторым мошенником идет финал я тут делаю фиктивный чек оплата по сбербанку я просто почему это вам говорю я уже сняла одно видео я правда не смогла вообще смонтировать я сняла когда еще была надежда и потом это видео мне как по ну в архиве я его как смонтирую как наберу сил я его выложу и потом будет еще наверное продолжение еще какие-то видео потому что у меня вот еще второй мошенник наклюнулся с ним я уже общаюсь наверное недели две уже тоже достал невозможно и сегодня у меня якобы оплата он ждет деньги на нужно потирает ручки сейчас я сделаю эффективный сбербанковский чек и отправлю его пускай ждет деньги но чем это закончится потом его знаете как только я смонтирую то видео то просто в произвольном порядке у какой-нибудь день выложу и вы его посмотрите занимаясь делами тетя клава звонила коле коля ей про нас ничего не сказал но она позвонила мне у нее какое-то такое тяжелое предчувствие я думала что она знает я с ней на эту тему заговорила оказывается она не знала расплакалась поплакали с ней вместе потом она позвонила танюшке в краснополе который из краснополе сейчас они в ростове на да ну у дочки вот стане я поговорила тоже поплакали вместе он на улице такой ветер деревья качает вот говорила с мамой мама мне сказала что когда человек умирает первые три дня он приходит вот где мы находимся да по этой земле кто ему дорог я надеюсь что насика вот сегодня третий день ко мне зашла тоже и вот первые три дня она находится где-то вот рядом с нами потом на девятый день ей показывают ад но ей или человеку который умер но тебе показывается ад она сороковой день человека попадает либо в ад либо в рай я всегда прошу господа укрепить мою веру потому что ну как верят другие люди верю я я верю но это земля и небо как то это надо все прочувствовать понять сердцем я не знаю когда это будет как как это происходит но как то же это происходит у меня мама все было по-другому мужчина другая была и папа тоже жили по-другому чувствовали по-другому и потом постепенно они стали верить и они стали это чувствовать сердцем как то как это все я не знаю вот я я всегда прошу я всегда прошу чтобы господь укрепил мою веру и чтобы я поняла и почувствовала как чувствуют другие верующие чтобы я сама это осознала и надеюсь это произойдет вот ну что жду андрюшку занимаюсь делами уже приехали уже все там дома с ним настины родители родственники не знаю когда приедет во сколько но он приедет сегодня сюда ко мне ночевать и вот я шарю теряю мысли что-то все вообще не договорила не договорила мама сказала я отключилась заново включилась мама сказала что когда на сороковой день человека забирают ну либо в рай либо ватну просто забирает уже все не зря там есть девятый день и сороковой день то человеку который остается на земле людям которые за него переживают вот ну как в данном случае нам кто потерял настеньку нам должно стать уже в тот момент легче вот поэтому надо пережить переждать это время вот это горе отходит возвращается нахлынувает опять отходит ну конечно легче вот со временем все равно либо все слезы уже выплаканы но не все все равно плачу время от времени но уже не так вот и подождем сорокового дня и я надеюсь что всем станет легче насенька будет в районе и ей тоже будет хорошо ну что же вечернее включение что я делаю сделала мамульке запеканку вот я и делала на днях я знаю что не осталось но в ближайшие дни мне будет никто делать запеканку поэтому сделала ей запасом с ней ничего не случится она стоит хорошо поэтому сделала запасиком потом варю картошку сделаю пирожки с картошкой у меня есть тесто его купила вчера или позавчера короче надо его из расходов сделаю пирожки затем делаю рыбку для папульки вот папа у меня отказался полностью от мясо ест молочное есть рыбу не за каких-то там причина просто из-за того что ему для желудка для пищеварения это проще вот жду андрюшку ну и что снимать уже сегодня ничего не буду всем спасибо за поддержку я еще сегодня вот сегодня именно вышло видео когда не стала настя я знаю что многие писали я видела что-то много просмотров я видела что много комментариев но просто я никак не могу туда зайти начать отвечать не знаю сегодня завтра я зайду и ладно все начинаю говорить начинаю плакать не буду плакать буду держаться всем пока всем спасибо за поддержку всех люблю и конечно же до новых видео